Зимник Наринмар-Усинск готов на 50%. Ход строительства временной автодороги сегодня проинспектировала специальная комиссия, в состав которой вошли представители Наринмар-Дориемстроя, централизованного строизаказчика, департамента строительства и прокуратуры. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа, проехав от окружной столицы до второго дорожно-ремонтного пункта 125 километров. Строительство зимника Наринмар-Усинск началось две недели назад. За это время удалось выполнить 50% запланированных работ. Это проминание снежного полотна, проливка дороги и вешкование. Температура сказывается, что у нас в основном ближе к нулю и сейчас к концу недели ближе к нулю, сказывается на сооружении снежно-ледовых дамб, переходы. Чем холоднее, тем быстрее нам моем. А количество снега? Снега предостаточно. Зимнюю автодорогу строят две компании. 55 километров со стороны Наринмара – строй «Универсал», оставшиеся 15 километров – Усинское ДРСО. Кстати, в текущем году зимник будет короче – всего 71 километр. В прошлом сезоне его протяженность составляла 86 километров. За смену, а это 11 часов, водовозки совершают до 40 выездов на зимник. Водой машины заправляются на втором ДРП. Это 20 километр временной автодороги. Одна машина в сторону Наринмара катается, а остальные – это в сторону Усинска. Вот эти 8-кубовики, есть 10-кубовик и 7-кубовики. Они все разные. Вот прищеповские они 8-кубовики. Ну вот так. Всего на строительстве зимника задействовано 4 водовозки, 6 бульдозеров, погрузчикам Кадуры, снегоходная техника и триколы. Ну по ширине пока мы видим, что ширина недостаточно. Ну это и ясно почему. Потому что люди вначале пробиваются, отвешковывают. Ну а потом делают проезд для своего технологического транспорта, чтобы в дальнейшем его расширить и уже привести в вид эксплуатации. Для устройства зимника ширины я считаю достаточно, потому что не идет такого интенсивного движения, а только технологический транспорт движется. И на данном этапе, как мы видим, работают бульдозера, которые в первоначальном этапе очень для строительства необходимы. В этом году на зимнике будут работать три дорожно-ремонтных пункта, два из которых с местами для обогрева и питания, передвигающихся по временной автодороге. Еще один ДРП технически появится на 58-м километре отсыпки. Это значит то, что будет содержание дороги более качественное. Там именно тот участок, где большая снегозаносимость, постоянно будет дежурить техника, как бульдозер, так и шнекоротор. Планируем, по крайней мере, это для быстрого реагирования на занесенные участки, чтобы быстро ликвидировать занесенные участки. Строители обещают завершить обустройство зимника 24 декабря, затем оценка выполненных работ. Специальная комиссия проверит прочность дорожного полотна, снеголедовые дамбы через протоки Шапкино, Лао и Лаевош, а также обстановку дороги, в частности, наличие дорожных знаков, после чего движение по дороге на Ренмарусинск будет открыто. Мария Владимирова, Сергей Качегов, Телеканал Север.